Библейский портал экзегет.ру представляет Книга Деяний, перевод Международного библейского общества, 24 глава для библейского портала Экзегет. Ну вот эти главы, они про Павла перед разными аудиториями. Он читает проповеди в форме, обычно, своей апологии, то есть защитной речи, но очень по-разному. У нас уже была речь перед толпой в Иерусалиме, которая на него набросилась, перед Высшим Советом Синодрионом, который его обвинял, но так и не смог ни в чем толком обвинить. В толпе он объяснял, что нужно просто признать его опыт и, может быть, повторить его, он был тоже гонителем христиан. К Высшему Совету он бросил только одну идею, я фарисей, меня судят Саддукеи за веру в воскресение мертвых. И тут же фарисеи и Саддукеи передрались между собой, такая комедийная сцена. А вот он теперь перед римской властью, перед наместником Феликсом. Он римлянин, ему все эти иудейские штучки не очень интересны. А Павел римский гражданин, поэтому его к Феликсу и отправили. И что скажет римлянин римлянину? Пусть этот римлянин иудей. Ну, христианин, но и за иудеев, да, как Павел. Пять дней спустя, первосвящение Канания с некоторыми старейшными юристами Тертулом пришел в Кесарию. И взяли с собой юристы римского, да, то есть, чтобы уже перед римлянами во всеоружии римского права выступать. Чтобы представить наместнику обвинение против Павла. Когда Павла ввели, Тертул представил обвинение против него. Достопочтеннейший Феликс, мы всегда и повсюду с глубокой признательностью принимаем твои реформы на благо этого народа и благодарим тебя за тот прочный мир, который установился при твоем разумном правлении. Ну, как не полистеть начальству. Чтобы тебя более не утруждать, я попрошу тебя с твоей обычной добротой выслушать нашу короткую просьбу. Мы находим этого человека нарушительном спокойствии, он зачинщик мятежей среди иудеев по всему миру. А римской власти самое главное, чтобы не было мятежей, да, все остальное более-менее все равно. Но вот мятеж подавляется очень жестоко. Он главарь Назарейской секты и пытался даже оскорнить храм. Назарейская секта явно название христиан, ну, во-первых, Иисус в Назарете, да, жил. А во-вторых, его иногда называли Назареем в Евангелии, это древний обряд посвящения себя Богу. В общем, это два разных слова, но, тем не менее, как-то вот прилипло, да. И до сих пор Назарея – это одно из названий христиан, которые сами христиане к себе не применяют. Это такое внешнее название. Пытался даже оскорнить храм, это уже полностью, конечно, фантазия. Ну, в чем не обвинишь, если надо человека осудить. Поэтому мы его арестовали и хотели судить по нашему закону. Но командир римского полка Лисий с силой забрал его из наших рук, велев его обвинителям идти к тебе. Когда ты допросишь его, ты сам узнаешь обо всем, в чем мы обвиняем его. Гениальный принцип, как в 30-е годы у нас говорили – расскажите, в чем мы вас обвиняем, да, то есть сами докажите свою вину. Вот пусть он сам докажет свою вину. Все, что не скажет – доказательство его вины. Прибывшие с ним иудеи поддержали обвинение, заверив, что все сказано истинно. Обвинение есть. Суд римский, достаточно хорошо организованное действие. В нем, конечно же, обвиняемому предоставляется свобода защиты. Правитель подал знак Павла, и тот начал защитную речь. «Мне известно, что ты уже много лет судишь этот народ, и я рад, что мне предоставляется возможность высказаться перед тобой в свою защиту. Обратите внимание, что нет такой грубой листья. Он признает власть и авторитет Феликса, но не начинает рассказывать, как он бесконечно его любит. «Тебе нетрудно будет удостовериться в том, что 12 дней тому назад я пришел на поклонение в Иерусалим. То есть, как обычные иудеи приходят в храм. Мои обвинители не видели, чтобы я спорил с кем-либо в храме или же возмущал народ в синагогах или в каком-либо другом месте города. То есть, обвинение в мятеже безосновательно. Не было даже спора. Они не могут доказать обвинение, которое сейчас выдвигают против меня. Но я признаю, что поклоняюсь Богу наших отцов и следую пути, которые мои обвинители называют сектой. Я иудей. Я соблюдаю веру наших отцов, но у меня при этом есть и вера во Христа. То, что они называют сектой, а я называю путем. Я верю всему, что записано в законе у пророков. И у меня такая же надежда на Бога, как и у этих людей, надежда на то, что будет воскресение как праведных, так и неправедных. Поэтому я стараюсь, чтобы моя совесть всегда была чиста перед Богом и перед людьми. Вот, опять-таки, он себя старается показать таким же, как иудеи. Но есть, конечно, какая-то разница. После нескольких лет отсутствия я прибыл в Иерусалим, чтобы передать моему народу пожертвования, собранные для бедных, и принести жертву Богу. То есть он еще и с благотворительной помощью пришел. Совсем хорошо. Меня застали в храме, когда я совершил обрядовое очищение. Там не было никакой толпы, никаких беспорядков. Это были иудеи из провинции Азии, которым и следовало бы представить здесь свои обвинения, если у них есть в чем меня обвинить. Или же пусть присутствующие здесь скажут, какую вину они нашли за мной, когда меня допрашивал высший совет. Может, я виновен в том, что выкрикнул там, меня судят сегодня перед вами за надежду на воскресение мертвых. Там в прошлой главе мы читали, да, это то, что разделяло фарисеев и саддукеев. Он бросил этот вопрос, как вот кость стая собак, стая собак передралась. Да, вот фарисеи и саддукеи тут же стали спорить на эту тему между собой. А он действительно верит в воскресение мертвых. Более того, верит, что Иисус уже воскрес. Феликс, который был довольно хорошо знаком с путем, то есть он знает христиан, он там уже не первый год наместником, да, и христиане есть, значит, он, как всякий разумный правитель, старается собрать информацию о своих подданных, о разных течениях, которые среди них появляются. Прервал слушание. Я вынесу решение по твоему вопросу, когда придет командир полка Алисии, сказал он. Странная логика, но позже будет ясно. Вроде как обвинение не состоялось, да? Он не поддерживает никаким образом обвинение, которое выдвинуто иудейскими вождями, да? Тогда вроде надо Павла освобождать, как невинного, разве нет? Не все так просто. Он приказал сотников содержать Павла под стражей, но предоставить ему некоторую свободу и разрешить его друзьям заботить о своем нуждах. То есть заключение не строгое. Зачем? Зачем? Спустя несколько дней Феликс пришел со своей женой иудеинкой, по имени Друзилу, у него есть жена из иудеев, да, значит, он прекрасно знаком с этой религией, и послал за Павлом, чтобы послушать его вере в Иисуса Христа. Павел говорил о праведности, воздержании и будущем суде. Феликс это испугал. Он сказал, довольна сегодня, ступай, но при случае, я тебя позову. Ну, забавно же. То есть, когда Павел его пугает будущим судом, нет, 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 это страшно, этого не будем. Ну, вообще, он так интересно разговаривает, скучно же жить. Телевизора нет, интернета нет, книг мало. А вот есть такой проповедник забавный, как хорошо его послушать. Он так же надеялся, что Павел предложит ему взятку, и поэтому часто приказывал привезти его и беседовал с ним. А тот намеков не понимает. Ну, может, и денег у него нет, но неважно. Ты пока посиди, мы с тобой побеседуем, надо вот разобраться с этим сложным случаем. Ну, когда, когда ты уже мне предложишь? Не предлагает. Прошло два года. Вот как бывает. И Феликса сменил порции Фест. Следующий наместник. Феликс, желая заслужить благосклонность предводителей иудеев, оставил Павла в темнице. А с другой стороны, они хотят его изолировать. Его изолировал Феликс, да. И вот все вроде бы хорошо. Новый наместник. Новый наместник Фест должен разобраться, кто там сидит в тюрьме со времен его предшественника, и что с этим делать. Это будет следующая, 25-я глава. Субтитры создавал DimaTorzok